В конце июля в Ямало-Ненинском автономном округе была зафиксирована вспышка сибирской язвы. Аномально тёплая погода спровоцировала гибель почти двух с половиной тысяч оленей. В больницу попали 96 местных жителей. Опасный диагноз подтвердился у 24 человек. Один ребёнок умер. По всей стране начались соответствующие проверки ветобстановки. В Заурале в полном объёме они завершились в эти выходные. Как нам пояснили в региональном управлении ветеринарии, последняя вспышка сибирской язвы с конкретным случаем заболевания на территории Курганской области была зафиксирована более 20 лет назад. Однако опасность данного заболевания в некоторых особенностях бактерии. Опасность сибирской язвы основная в том, что споры её в почве могут сохраняться более 80 лет. Заражение людей чаще всего происходит от больных животных при уходе за больными животными, также при разделке туш и работе с мясом и мясными продуктами. В Ямало-Ненинском автономном округе был очаговый природный фактор. То есть при таянии вечной мерзлоты, а погода, мы знаем, в этом году поспособствовала, споры сибирской язвы поднялись вверх сталыми водами. Причём тут за Уралье. Дело в том, что на территории Курганской области существует 20 сибироязвенных захоронений. Поэтому сибироязвенные захоронения считаются почвенными очагами. Поэтому в ветеринарной службе Курганской области в соответствии с законодательством дважды в год проводятся обследования сибироязвенных захоронений в том числе. Но в этом году в связи с вспышкой было дополнительное обследование проведено. В том числе проведена и дополнительная дезинфекция территории. Все сибироязвенные захоронения окопаны канавами и ограждены. Вне зоны находятся аншлаги, оповещающие, что человек попадает в зону сибирской язвы. Были оценены масштабы, то есть после зимнего периода где-то разрушены ограждения. На данный момент работы все по восстановлению у нас проводятся. Отобраны образцы почв сибироязвенных захоронений. Результаты получены, все отрицательно. А значит угрозы нет. При этом специалисты напоминают, что наиболее восприимчивыми животными считаются копытные, а также крупные и мелкие рогатые скот. Поэтому не стоит пренебрегать своим здоровьем и близких людей. Приобретая мясо у неизвестных лиц, продающих разделанные туши, без ветеринарных экспертиз и сопроводительных документов. Покупка килограммов говядины у доброго соседа также не гарантия безопасности. Нынешний случай показал, что угроза может быть. Поэтому в первую очередь это, конечно, меры профилактики нужно соблюдать. То есть обязательная поголовная вакцинация всего восприимчивого поголовья скота. То есть это у нас все виды животных с трехмесячного возраста, кроме жеребят. Жеребята с девятимесячного. Это обязаны делать все держащие в своих подворьях крупный рогатый скот, а также копытных. Вакцинация, как уточнили ветуправлении, проводится бесплатно. В случае отказа фермерам придется заплатить штрафы. Алексей Старцев, Андрей Глазырин, Лидия Кайгородцева, информационное агентство Курганру.